А в самом Ривно пьяным за рулем в четвертый раз подряд попался местный мажор Андрей Бузинарский. Он сын одного из местных политиков Михаила Бузинарского, бывшего главы региональной ячейки украинского выбора, а нынче руководителя областного отделения партии Зажитян. Во время задержания Андрей Бузинарский открыто заявил, он находится под действием наркотиков и алкоголя и напрямую угрожал журналистке обо всем подробнее Снежана Сидорук. В субботу, половина седьмого утра, на перекрестке Грушевского и Кобзарской столкнулись две легковушки. Водитель Шкоды пытался проскочить на красный сигнал светофора. Допустил вздохнение с автомобилем Дачи Алогану. В результате чего водитель и пассажирка, дружина этого человека, получили травмы. За этим ДТП открыто криминальное проведение. Водитель Шкоды Октави, который порушил правила дорожного движения, был в состоянии алкогольного спьянения. Там 2,14 промилы в него выявили. За рулем Шкоды скандально известный в городе Андрей Бузинарский, сын римненского чиновника и бывшего милиционера Михаила Бузинарского. В недалеком прошлом главы региональной ячейки украинского выбора, а сегодня руководители областного отделения партии «За життя». На счету Бузинарского-младшего ни одно ДТП и скандалы со сбытом наркотиков. Сегодняшний протокол за вождение в нетрезвом виде уже четвертый. У него нет прав, говорят в полиции. Документы отобрали за предыдущие нарушения. Кроме того, Бузинарскому не позволено даже выходить из дома ночью. Данный водой перебывает за ранее в чинении злочин, таких как сбыт наркотических средств, под домашним арештом. Поэтому, соответственно, мы будем сейчас собирать факты, которые подтверждают порушения ним условия перебывания домашнего арешта, и чтобы суд направлено к суду, чтобы суд брал более суворую меру запобежного захода. Вместе с полицией на место ДТП приехала журналист Инна Белецкая. Бузинарский дерзил, угрожал ей и даже попытался ударить. Когда я приехала на место, Андрей Бузинарский перебывал уже в кайданках. Поводился он крайне адекватно. А в тот момент, когда мы начали его снимать, он начал погроживать. Двичину ударил мне по телефону. Я спросила, если он вживал наркотики или алкоголь. Он мне сказал, что он вживал и наркотики, и алкоголь. По факту угроз журналистки, полиция начала досудебные расследования. За это Бузинарского могут посадить на три года. Пока же выходки мажора и пьянство за рулем, и сбыт наркотиков сходили ему с рук. Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривны.